ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Volkswagen усомнился в качестве гаек почти что на 500 внедорожниках Touareg, проданных в России в прошлом году, поэтому машины подлежат отзыву. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Уточняется, что проблемные гайки являются элементами задней подвески, и их, возможно, надо заменить. Все работы автовладельцам официальные дилеры обещают провести бесплатно. Добавлен новый Touareg сейчас стоит минимум 5,5 миллионов рублей. ТРАССА 101 Президент Владимир Путин сравнил ситуацию с погибшими в ДТП на российских дорогах с потерями от военных действий. Глава государства в очередной раз призвал уделять этой теме больше внимания. Несколько дней назад руководство МВД заявило, что за последние 10 лет в автоавариях в нашей стране погибли более 220 тысяч человек. Ежегодно трагичная цифра увеличивается на 16-17 тысяч. К 2030 году поставлена задача снизить смертность на дорогах до 4 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас она в три раза выше. ТРАССА 101 Самым покупаемым поддержанным внедорожником в нашей стране в конце лета, начале осени этого года, была Лада 4х4. Ее средний ценник, по данным авито, находился на уровне немногим менее 200 тысяч рублей. На втором месте Chevrolet Niva со средней стоимостью 300 тысяч. Рено Дастер, который прежние хозяева готовы были продать в среднем за 750 тысяч, разместился на третьей строчке. В первую пятерку также попали Toyota RAV4 и Nissan Qashqai. ТРАССА 101 Компания Hyundai запатентовала разработку, которую автомобильная общественность встретила скептически. Речь идет о рулевом колесе с немаленьким сенсорным экраном посередине. Там, где обычно находится логотип марки, кнопка клаксона, а под ними подушка безопасности. Какая информация будет выводиться на дисплей, автопроизводитель не уточнил. На вопрос, а что будет с дисплеем в момент срабатывания подушки, корейцы ответили, что он попросту сломается. Но, надеюсь, не об лицо водителя. ТРАССА 101 Перед многими из нас однажды встает вопрос оформления наследства на автомобиль. Все процедуры необходимо осуществить в соответствии с законом. Подробнее об этом расскажет руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Наша компания предоставляет услуги по оценке автомобиля для наследования данного транспортного средства. Здесь необходимо предоставить документы, тот, кто вступает в наследство, и документы на автомобиль. Даже в данном случае автомобиль не обязательно осматривать. Можно сделать это и без осмотра, потому что бывает, что невозможно автомобиль показать. Делаем документы, которые требует нотариус, и после этого человек спокойно вступает в наследство. Занимает по времени больше трех дней, я еще ни разу не держу. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101